МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы находитесь в Центральном музее военно-воздушных сил Российской Федерации. Это крупнейший в Европе музей. На сегодняшний день у нас 194 летательных аппарата. Экскурсия пройдет по залам Великой Отечественной войны. Я вам покажу сегодня истребители, штурмовики и бомбардировщики Великой Отечественной войны. Моя должность – экскурсовод Центрального музея ВВС Тараканова Марина Николаевна. Свой рассказ я начну с событий, которые происходили задолго до войны. И первый самолет, о котором я расскажу, называется У-2, учебный второй. Был создан в 1927 году конструкторским бюро Николая Николаевича Поликарпова. Тогда в стране все хотели быть летчиками. И повсюду были лозунги «Трудовой народ», «Строй воздушный флот», «Комсомолец на самолет» и так далее. Это было самой престижной и самой модной профессией. Все хотели быть летчиками, и девочки, и мальчики от 14 лет принимались в аэроклубы. Пол значения не имел, главное, чтобы позволяло здоровье. Если ты здоров, можешь быть летчиком, не очень крепок здоровьем, идешь в мотористы. И вот как раз для этих будущих летчиков Поликарпов создает учебный самолет. Он очень легкий в производстве. Он сделан из дерева и тряпки. Тряпка – это называется перкаль. Она натянута на крыло и частично на фюзеляж. Лаком покрывали перкаль для прочности конструкции. Такой самолет называется «Биплан», потому что у него два крыла. Шасси здесь не убирается. Самолет двухместный. Место для инструктора и для ученика. И здесь первый российский серийный мотор М-11. Двигатель воздушного охлаждения. Конструктор «Швецов». Самолет оказался настолько популярным, что 120 тысяч девочек и мальчиков получили летные свидетельства, отучившись на таких самолетах. Также он выпускался в виде кукурузника всем известного. Также это был санитарный самолет. Там можно было устроить больного на носилках. Только тогда у него был немножко другой фюзеляж. И это еще был почтовый самолет. В общем, совершенно мирное использование этого самолета пришлось отменить, потому что началась Великая Отечественная война. Больше всего понесли потери военно-воздушные силы Западного особого военного округа. Суммарно мы потеряли в первую ночь 1200 самолетов. Огромная потеря. И наше правительство решает поднять в воздух все, что может летать. И неприспособленный для войны У-2 становится ночным бомбардировщиком. Становится вопреки воле своего создателя. Поликарпов был против, но он ошибся. Самолет стал символом, одним из символов Великой Отечественной войны. Бомбардировщики его превратили следующим образом. Под нижнюю плоскость подвесили до 300 килограмм бомб. Сзади установили пулемет ШКАС. Это скорострельный пулемет. 1600 выстрелов в минуту. ШКАС он называется по фамилиям своих создателей. Шпитальный, Комарицкий, Авиационный, Скорострельный. Самолет поступил в 109 авиационных полков. Больше всего прославился, с моей точки зрения, бомбардировочный 46-й гвардейский полк. Полк, в котором служили только женщины. Все должности в полку от командира Тописаря занимали женщины. И за ночные налеты, а эти самолеты бомбили в основном ночью, потому что днем самолет был легко уязвим. Немцы называли этот полк «Ночные ведьмы» неспроста. А именно потому, что ночные налеты не давали им спать. Нервировали их, выводили из себя. И тогда днем получалось, что воевать тяжело, если ночь не спали. 46-й гвардейский полк – это необыкновенное такое явление во время войны, когда только женщины сидят в боевых самолетах. Откуда вообще взялось это явление? Вот эта женщина, Роскова Марина Михайловна, красавица и умница, в этом году ей должно было бы исполниться 110 лет, она собрала женские боевые полки, потому что записалась на прием к Сталину и уговорила его создавать женские боевые полки. И вождь сломался под ее натиском, сказал, да, конечно, конечно, но только чтобы добровольцев. Добровольцев набралось на три полка. Два бомбардировочных, один истребительный. Вот как раз один из бомбардировочных полков вот как раз станет потом 46-м гвардейским. Полк возглавила Евдокия Бершанская, первая на фотографии женщина. Ей было всего 26 лет, но они называли ее бабушкой, любя, конечно, потому что остальным было от 21-20-23. Такой возраст абсолютно разной девочки из абсолютно разных семей объединила их ненависть к фашизму, желание сражаться. Совершенно невероятная такая смелость дальше присутствовала все время во всей вот их деятельности. Из них 23 героя Советского Союза за такие, знаете, за красивые глазки не давали такие награды. Они бросили, бросали бомбы на немцев. Кстати, очень гордились, что их называют ночные ведьмы, потому что понимали, что не зря, значит, все, что они делают, не зря. И одна из девушек, вторая на фотографии, Евгения Жигуленко, она мечтала стать режиссером. И она и стала режиссером. Она сняла фильм «В небе ночные ведьмы». Закончила в ГИК, а потом сняла этот фильм. В фильме «Вот этот самолет», это первая наша кинозвезда, как раз этот самолет снимался в фильме «В небе ночные ведьмы». Я должна сказать об этом полку, что ни один летчик там не пропал без вести. Это очень важно. И еще этот полк никогда не уменьшался, а только расширялся. И Евдокия Бершанская, командир полка, единственная женщина за историю войны, награжденная двумя полководческими орденами. Это вот за то, что правильно были организованы боевые действия полка. Прославился Поликарпов не только своим самолетом У-2. Кстати, после смерти Поликарпова в 1944 году самолет называть начинают по два Поликарпа, второй. Большим событием в конструкторском бюро Поликарпова было рождение самолета Р-5. Это разведчик. Единственный в мире остался. Это памятник науке и технике. Выпустили их примерно 7,5 тысяч. Вот это единственный. Это тоже биплан. Но здесь уже стоит мотор жидкостного охлаждения. БМВ, купленный в Германии, наша промышленность, выпускает как М17. Это мотор жидкостного охлаждения. Охлаждается жидкость вот в этом моторе, вот в этих вот, здесь в цилиндрах, жидкость охлаждающая, теленгликоль, спирт или вода. Но вот охладить эту жидкость нужно, можно через вот этот вот сотовый радиатор. Он подвижен, ёдчик может его втащить или вытолкнуть вниз. Идет с него испарение. Это соты, наполненные водой, идет испарение. Также здесь шасси не убираются. У нас представлен самолет, это бомбардировщик. У него дырка в полу, туда опускался бомбовый прицел. Ну, я еще говорила, были разведчики. И еще был пассажирский самолет ПР-5. Благодаря этому самолету появилось звание Героя Советского Союза, так можно сказать. Вот они, первые герои, семеро смелых. Лепедевский, Ливаневский, Каманин, Доронин, Молоков, Водопьянов, Плетнев. Это те люди, которые спасали на таких вот самолетах. Экипаж и пассажиров корабля «Челюскин», который затонул в 1934 году в Северных морях. Его затерло льдами. Люди, понимая, что корабль идет на дно, начали вытаскивать все на льдину и выходить на льдину сами. Вышли, сообщили по рации, что случилось и где они находятся. Что удивительно, паники никакой. И им сообщают, не нервничать, строить ледовый аэродром, и что их будут спасать. Никто не усомнился в этом ни разу. А в это время газетчики всего мира трубят, что челюскинцы обречены. Но всех спасли. Их было 104 человека и 8 собак. Вот вывезли всех. Для того, чтобы ускорить этот процесс, инженер Гроховский служил в ЦАГе, придумал вот такие вот контейнеры. Туда укладывали человека. Их могло быть таких контейнеров три. Под левую плоскость, под правую и под фюзеляж. Подстилали мех, если он был, туда укладывали человека. И самолет летел от ледины на аэродром в Анкаромо, 150 километров. Было очень холодно. Я повторяю, всех спасли. Первыми вывезли женщин. И маленьких девочек. Вы спросите, откуда взялись девочки? Вот одна девочка сразу была, она путешествовала с родителями. А вторая девочка родилась в Карском море, за что получила имя Карина. И вот когда всех перевезли, подумали, как жаль, что собаки на льдине остаются. Забрали собак. И вот тогда во всем мире вдруг резко меняется отношение к нашей стране. И если кто-то где-то начинает говорить про медведей, которые бродят по улице в России, им говорили, да ладно вам, у них вон какая авиация, у них людей с альдины забрали. Не бросили никого, никого. И никто, кстати, не заболел. Там были какие-то легкие обморожения у нескольких человек. Так что все случилось, все случилось прекрасно. Это случай беспрецедентный. Поэтому правительство решает, что надо наградить вот этих семерых. Почему этих семерых? Это сказать трудно. Там участвовало очень много людей. Но выбрали вот этих семерых. Им сначала дали орден Ленина и специальную грамоту. Золотая звездочка, всем известная, появилась уже в 1939 году. Наш самолет, кстати, первый самолет, который начинают продавать за рубеж, потому что в 1930 году в Тегеране наш самолет завоевывает золотую медаль. Это лучший разведчик мира. И мы его начинаем продавать за рубеж. Вот так становимся ему потихонечку известны. Самолет тоже воевал в первый период Великой Отечественной войны. Дальше он уже считался устаревшим. Но я хочу рассказать о человеке, имя которого Александр Мамкин. Александр Мамкин служил в ГВФ до войны. То есть он летал на ПР-5. И когда началась Великая Отечественная война, он обратился, чтобы его призвали в армию. Он захотел служить добровольно. Ему объяснили, что он так и будет летать на Р-5. Там его в варианте ПР-5. Но летать придется через линию фронта. Это что? Это очень опасно. Будут обстреливать самолет. Нет, он согласился. И считался, вообще говоря, заговоренным. Потому что ни разу никто не попал в его самолет. До операции «Звездочка». Так случилось, что в Полотке под немцами остался детский дом. И дети, которые там были, их стали немцы как-то оберегать. И непонятно было, зачем они нужны. А потом поняли, выяснили. Немцы готовили их, детей, чтобы брать кровь для своих раненых солдат. Вот это допустить было нельзя. И вот тогда была придумана операция «Звездочка». И в ней участвовали не один мамкин. Ну, я рассказываю все-таки буду о нем. Нужно было вывозить детей с этого детского дома. Вывозить через линию фронта. Ну, на нашу сторону. Он их вывозил, вывозил. И опять считался заговоренным. Но в последнем перелете с ним еще летели не только дети. С ним еще летели раненые партизаны и воспитательница. Кстати, воспитатели остались с детьми. Невзирая на то, что им никто не платил. Им нужно было добывать пищу для детей. Но они остались тогда под немцами. Они были со своими детьми. Остались так. И вот нужно было перевезти тогда одну воспитательницу. В контейнеры вот такие вот уложили раненых партизан. Дети сидели сзади. Все-таки вот в последнем перелете мы попали в самолет. Самолет загорелся. Дети сзади плакали, кричали. Она их прижимала к себе, воспитательница. Они очень боялись, что упадут. Поскольку запахло жареным мясом. Вот дети очень боялись. И действительно летчик горел. Вот как он умудрился посадить самолет, совершенно непонятно. Но самолет он посадил. Обгорел страшно. Руки и ноги, кости торчали из рук, из ног. А к лицу приварилась вот эта летная маска. Ее потом не смогли с него снять. Но он потерял сознание. И последние его слова были «как дети». Я хочу подчеркнуть, что ему было 28 лет. Он был не женат. И своих детей у него не было. И все-таки вот такая забота «как дети». Удивительно тот факт, что не дали ему золотую звездочку. Он не стал героем Советского Союза. Это, конечно, плохо. Но дело в том, что 92 спасенных ребенка называют его себя, детьми Мамкина. И когда они становились взрослыми, выходили замуж или женились, и у них рождался мальчик. Его называли опять Александр. Печален тот факт, что Мамкин погиб два раза, если так можно выразиться. А прошлым летом в Турции были пожары. И самолет Бе-200 пожары тушил. Так вот, самолет это загорел, тоже он упал. И имя этого самолета было Александр Мамкин. Поликарпов больше всего, конечно, прославился не разведчиком и не учебным самолетом. Больше всего прозравился своими истребителями. Его даже называли «король истребительной авиации». У нас в коллекции два самолета, и 15-й БИС, и И-16, и 15-й БИС. Вот он, полутора план. Почему полутора план? Потому что нижнее крыло короче, на полтора метра. Самолет уникальный. Моторы для него покупали Райт Циклон, американские моторы. А на наши самолеты ставили уже их как М-25А или Б. Самолет, посмотрите какой. У него тоже не убирают со шасси. У него вооружение ПВ-1, первый воздушный пулемет. Четыре пулемета стреляют через вращающийся винт благодаря синхронизатору. Идея в том, что когда винт крутится, и лопасть проходит мимо дула ПВ, то он ставится на предохранитель. То есть в этот момент выстрела нет. Все просчитано. Это длится доля секунды, но действительно винт не пробивает. На таком самолете И-15-й был такой знаменитый летчик Владимир Кокенаки. Вот о нем тогда говорили, если надо, Кокенаки долетит до Нагасаки. Его знала вся страна. Хочу подчеркнуть, что ведь тогда не было телевидения, но летчиков все знали. А потому что было очень много газет. И по вспоминаниям людей тех лет, из газет вырезались фотографии летчиков, собирались в папку. Люди мечтали, люди смотрели, люди понимали, к чему надо тянуться. И вот Владимир Кокенаки в 1935 году поднялся на таком самолете на 14600 метров. Почти 15 километров. Самолет открытый. Он тренировался очень долго. Не каждый человек выдержит это. Потому что на 5000-х уже нет кислорода. Но у него было с собой кислородное оборудование. Но давление, падающее давление, и минус 50 там на высоте. Это все равно присутствовало. Но еще как готовили самолет, это очень важно. Для постановки рекорда самолеты ободрали краску, дабы его облегчить. Налили топливо только, чтобы подняться. Опуститься он должен был с выключенным мотором. И забрали парашют. Но мы побили этот рекорд. Рекорд был наш. А ведь перед этим, при постановке такого рекорда, погибло двое французов. Так что рекорды давались очень тяжело. Этот самолет воевал в Испании. И тогда самолеты летали тройками. Этот самолет более маневренный, поскольку это биплан. А следующий самолет ИС-16, который в народе звали Ишак. Ну поскольку ИС-16 так звучит, похоже на Ишак. Вот эти самолеты более скоростные. У них это моноплан. Еще здесь убираются шасси. Вот такая вот веревочка. Вы видите, летчик крутит лебедку. 44 или 46 оборотов. И колеса поджались. Из-за этого растет скорость. Скорость 425 км в час. Я называю максимальную скорость. Ну вот это моноплан. Вот тройка монопланов ввязывалась в воздушный бой. А потом они уходили. А и 15-й этот бой продолжали. И вот тогда летчики обратились к Поликарпову со словами, что сделать бы надо один самолет, который бы сочетал в себе скорость и маневренность. И Поликарпов создает ИС-180. Это был, наверное, действительно гениальный самолет. Но на этом самолете разбился Валерий Чкалов. Знаменитый летчик-спытатель. Еще одна знаменитость. И личный друг Сталина. После этого Поликарпов как бы попал в опалу. Он уже не является ведущим строителем истребителей, но ведущим конструктором истребителей. Он как-то особо уже не прислушивается к его мнению. И он начал очень серьезно болеть. Вот он в 1944 году умер. Так вот так случилось. Обратите внимание еще на один мотор. Вот это все райциклон, который развивается. Оказалось, что это мотор очень удачный. Развитие длительное. Вот тот мотор АШ-62ИР, который справа, выпускает 60 лет. До сих пор еще его выпускают в Китае. Я должна сказать, что на ИС-16 был совершен первый воздушный таран. Трижды русский Иван Иванович Иванов. Таранит немецкий бомбардировщик. Через 4 минуты после начала военных действий. Здесь, недалеко от нас, во Фрязино, находится его домик, музей. Герой Советского Союза. Вообще, совершено в первый день 16 воздушных таранов. Таран – это оружие смелых. Наш соотечественник, штабс-капитан Нестеров, первым в мире совершает воздушный таран. Он же совершает первую воздушную петлю. Ну, вот я так просто о нем вспомнила. А эти самолеты, на них летала красная пятерка. Были такие пять самолетов, покрашенные краской на ишаках. И в эту красную пятерку мечтали попасть все летчики. Потому что они крутили фигуры высшего пилотажа над толпой народу. Их всех знали поименно, конечно. И мы очень гордились вот этой красной пятеркой. Летчиков, которые летали на истребителях, называли «сталинские соколы». И считалось тогда в нашей стране, что у нас самые лучшие летчики, самые лучшие самолеты. Но война в Испании показала, что это не так. Потому что появился мистер Шмидт, тогда он назывался БФ-109. Мы говорим о БФ-109Е. Вот этот самолет обгонял. Ишака был более маневренный, лучше вооружен. Возникла необходимость создания истребителей так называемой «новой волны». Нового типа. В этом деле толчком послужила поездка наших конструкторов в Берлин. Где им показали новейшие самолеты. Где им показали даже подземные заводы около Берлина. Наши схватились за голову. Надо было срочно что-то делать. И наши вернулись домой. Обо всем было доложено в правительстве. И решают купить 35 немецких самолетов. Вот самолеты были куплены, доставлены в Москву. Это невероятный случай, конечно, наверное, так звучит. Но дело в том, что так действительно было. Просто все недоумевают, почему Гитлер разрешил продать новейшие самолеты. Я не смогу ответить на этот вопрос. Наверное, это была игра в поддавки. А может быть, просто деньги выше политики. А может быть, Гитлер был очень самонадеян. Он считал, что война в воздухе недоступна славянам. Это искусство, которое могут освоить только арийцы. Ну и вот тут он просчитался. Вот самолеты были доставлены в Москву. У них там действительно нашли новые вещи какие-то. Их рассмотрели. И объявили конкурс. Фактически конкурс на создание истребителя нового типа. Прежде чем я уйду от И-16, хочу сказать, что он не был уж так плохо. И если он доставался в летающем состоянии немцам, на нем рисовали свастику, и он продолжал воевать. Так что и шаг не списываем совершенно пока. Объявили конкурс тогда на создание истребителя нового типа. В конкурсе победило три КБ. Микоян и Гуревич. Они использовали чертежи Поликарпова для самолета. Ну или, скажем, чертежи самолета И-200. Миг-1 практически вылета И-200. И вот у нас Миг-3. Вот такой мотор. Мотор жидкосного охлаждения. Это двигатель Микурина АМ-35. Мотор, как вы видите, узенький. Это уменьшает лобовое сопротивление самолета. Из-за этого растет скорость. Скорость этого самолета 615 км в час. Это высотный истребитель. Он летал на большой высоте, на 12 тысячах метров почти. И, скажем так, опередил где-то свое время. Тогда все конструкторы хотели вот такие вот ставить моторы на свои самолеты. Ну, то есть увеличивать скорость. Но эти моторы тоже имели минусы. Поскольку вот сюда попадание какого-нибудь осколка там или снаряда, то вытекает сразу же жидкость охлаждающая. Мотор остановился. Винт прекратил вращаться. Все. Самолет упал. Не хватало тогда этих моторов. И даже тогда считается, что был моторный голод. А в итоге войну стали называть войной моторов. Но этот самолет был снят с производства. Их выпустили примерно 2500. Вот этот вопрос был закрыт. Вообще считается, что это из-за моторов, которых всем не хватало просто. И еще. На этом самолете стоят пулеметы. Он вооружен пулеметами. А у мессершмиттов у всех была минимум одна пушка. То есть поэтому по оружию он тоже не проходил. И так этот выпуск был прекращен. Но МИГ-3 и И-16 защитили Москву. Москву удалось отстоять. И немцы не сумели ее размолотить, как они это сделали с другими столицами в Европе. Потому что так хитро устроили ПВО. Оно состояло из истребительных полков, из заградительного зенитного огня и аэростатов, которые не пропускали самолеты противника. Камуфлировали здания многие. Ну, то есть Москва сверху была неузнаваема. И вот так получилось. Москву удалось отстоять. Это место, где Гитлер впервые получил по зубам и отвернул от Москвы в сторону Сталинграда. Далее в нашей авиации были огромные потери. Потери были потому, что не хватало новейших вот этих самолетов. Молодых было много летчиков, которые не получили, не успевали выучиться. Их просто очень рано отправляли на фронт. Вот поэтому были потери. Следующий самолет, сейчас вам рассказываю. Самолет Лавочкина. Тогда победил самолет ЛАГГ. Он был лакированный весь, красный, очень красивый. Аэродромные остряки назвали его Рояль. А вообще он получил прозвище «Лакированный гарантированный гроб». Почему он назывался ЛАГГ? Потому что Лавочкин, Горбунов, Гудков делали его втроем. А потом в силу разных причин Лавочкин остается один. И он готовит самолет тоже с двигателем жидкостного охлаждения. Но двигателей всем не хватает. И Лавочкин объясняет, что его производственные мощности будут закрыты. И самолет его выпускаться не будет. Он очень расстроен. Но случайно встречает Швецова, Аркадия Швецова. Швецов ему советует, поставь мой двигатель. У меня их много. Их таких двигателей действительно много. Вы их увидите на бомбардировщике в соседнем зале. На стоянке стоит вертолет Як-24. Там стоит два таких двигателя. И еще вертолет Ми-4. Там один такой. Ночью мы их очень много выпустили. И двигатель при всем при том, что он вот такой огромный. И создает большое лобовое сопротивление. Характеризовался высокой боевой живучестью. А были такие случаи, когда прямое попадание. Трижды снаряд попал в мотор. Но вот эти вот поршни продолжали ходить. Вращать вал, вращать винт. И самолет долетал на свой аэродром. Летчики прикрывались этим двигателем как щитом. И шли в лобовую атаку. Немцы нервничали, сворачивали. Вообще основной противник этого самолета. Фоке-Вульф 190. Здесь стоит на этом самолете. Это Ла-7. На нем стоит ВИШ. Винт изменяемого шага. Зачем это нужно? А летчик может изменить мощность винта. Винт изменяет свой шаг, когда нужно. Могу объяснить следующее. Когда винт загребает воздух. Вот здесь получается очень плотный воздух. А здесь воздух разряжен. Из-за разности давлений. Получается сила, которая направлена вот так. Это и есть тяга. Так преобразуется мощность мотора в мощность винта. Вот здесь. Вот видите, что? Это жалюзи. Летчик их может закрыть или открыть. Когда нужно, чтобы набегающий поток вошел и охладил двигатель. Двигатель не падал. Двигатель не останавливался от таких разрушений, как я вам сейчас рассказывала. Не потому, что там много цилиндров, их 14. А потому, что огромная поверхность охлаждения. Она продолжала охлаждать. Все это продолжало работать. Смолет вооружен. Там могли быть пушки 2 или 3. И здесь очень интересный материал. На этих самолетах был очень интересный материал. Назывался он дельта-древесина. Это своего рода композит того времени. Придумали его наши инженеры. Знаете как? Они клеили березовый шпон. Несколько слоев. Специальной смолой. Вот под высоким давлением. Вот создавалась, получалась вот эта вот дельта-древесина. Она не горела. Она была очень прочной, но тяжелой. Ну, что поделать, есть всегда какие-то минусы. И вот когда эту дельта-древесину принесли Сталину, кусок дельта-древесины, и сказали ему, что не горит, якобы Сталин выколачивал свою трубку, и от углей не загорелась действительно дельта-древесина. Такова легенда. Самолет Лавочкина – это наша реликвия. Это штатный самолет Ивана Никитовича Кожедуба. Может, мне надо было с этого сразу начать. На нем было совершено, на нем было сбито 17 вражеских самолетов, а вообще всего 62, о чем свидетельствуют белые звездочки, нарисованные на фюзеляже. Еще три золотые звезды. Это наш трижды «Асс». Кстати, «Асс» – это слово французское. Означает оно «туз», главная карта в колоде. И так называли летчиков Первой мировой, которые сбили 5 или 7 самолетов на Западном или Восточном фронте. Дальше это слово вошло в обиход, и вот наш «Асс» Кожедуб, который воевал, кстати, недолго, и вот такая вот огромная у него, такая огромная наработка. На лагах, на самолетах Лавочкина и на самолетах Яковлева это третий победитель в том конкурсе, о котором я вам рассказывала. Наши, наконец, завоевали господство в воздухе и продержали его до конца войны. Это случилось на Кубани. До этого были потери, и очень большие потери. Это случилось потому, что многому научились наши «Ассы» Покрышкин. Это второй трижды герой. У него 58 сбитых самолетов. И Кожедуб приехали на Кубань и начали обучать других. Это произошло потому, что достаточно много новых самолетов прибыло туда и самолетов Ленд-Лиза. Это произошло потому, что наши изменили тактику действий. И еще потому, что радио, наконец, появилось на всех самолетах. А до этого на одном из десяти. То есть это все было очень сложно. Самолет Яковлева. Был такой Герхард Баркхорн, второй по производительности, немецкий «Асс». Так вот он говорил буквально следующее. Я воевал против всех самолетов Красной Армии и против всех самолетов-союзников. И убежден, что ЯК-9У лучший истребитель Второй мировой войны. Буквочка У означает «улучшенный». Скорость его 700 км в час. Хищный красавец такое прозвище получил этот самолет. Пушка в носу 37 мм. Удар из такой пушки, прямое попадание в самолет, шансов на спасение не оставлял. И там еще синхронно через вращающийся винт стреляют две пушечки. На самолетах Яковлева летал полк «Нормандия-Неман». Посмотрите, вот они нам оставили свой вымпел вот такой вот. «Нормандия-Неман», они так его назвали, потому что… Ну, «Нормандия» сначала, потому что провинция Нормандия больше всего пострадала во Франции. Так выбрали ей такое название. Ну, а «Неман» – это уже за операцию, когда переходили через реку Неман. Вот так будем объяснять. Из этого полка 24 героя Советского Союза. И опять, опять встали совершенно разные люди в строй против фашизма. Это были и дворяне, это были совершенно простые люди. Ненавидели фашизм. И действительно, полк очень серьезно помог. Помог настолько, что начали формировать полк «Британь». Но не успели, война закончилась. И вот когда все закончилось, они по-французски намотав шарфы и, взяв руки в чемодан, собрались отбыть домой. Их попросили задержаться, потому что ждет Сталин. Уж не знаю, обрадовал это их или нет, но все явились. И Сталин рассказал, что решили сделать им царский подарок. Каждый улетит на своем самолете. Действительно, они все полетели в Париж на этих самолетах. И весь Париж, так вспоминают люди, высыпал считать, сколько же их летит. В память о тех событиях, один из самолетов Як-3, тех самых, стоит в самом пафосном, с моей точки зрения, авиационном музее мира, Лебурже. Это около Парижа. На таком самолете летала еще девушка, я не могу о ней не рассказать. Звали ее Лиля Литвяк, герой Советского Союза. Погибла над рекой Миус, это Донбасс все. Она была сбита на своем самолете. Необыкновенная красавица, умница. Похожа была на Валентину Серову. Лучше всех шила, танцевала и пела. И вот надо же было, у нее такой обнаружился талант. Это был великолепный летчик-истребитель. Она явилась со всеми вместе девочками к Марине Росковой. Помните, я вначале вам рассказывала. Она явилась со всеми и приписала себе по молодости, по наивности, по романтичности, наверное, своей. Приписала себе 100 боевых вылетов. Ну, Марина Роскова ей не поверила, конечно. Но когда начали летать и стрелять, то оказалось, что она летает лучше всех и стреляет лучше всех. А потом ее командир говорил, что Лиля видит воздух. Вот такая необыкновенная была девушка. На ее счету 12 сбитых самолетов лично и два в группе. Она записана в Книгу рекордов Гиннесса как лучший ас. Она, к сожалению, пропала без вести как раз перед тем, как ей собирались вручить награду. Ее документы были посланы на героя Советского Союза. Но здесь самолет ее упал. И долго ходил слух, что пропала без вести она. Кто-то сочинял всякую грязь, что видели ее в плену. А потом все прояснилось. Там просто была сделана братская могила. Около села Красный Луч упал ее самолет на Донбассе. И сделали братскую могилу, похоронили ее вместе со всеми. Наша гордость – штурмовик Ил-2. В начале войны он был сбит, упал в болотную топь. Но летчик сумел выбраться и дойти до своих. Самолет там долго очень лежал. А потом все-таки самолет нашли. Его привели в порядок. Его отполировали, вооружили, как положено. И сняли в фильме «Особо важное задание». Это фильм о том, как спасали промышленность во время войны. Что в первые три или четыре месяца сумели погрузить на поезда всю промышленность, чтобы она не досталась немцам. И все это двинулось вглубь страны. Сначала ставили станки, потолок и стены. Потом, потому что нужно было непрерывно выпускать самолеты. Это уникальный совершенно самолет. Летающий танк, его прозвал сам конструктор. На танк-то он внешне не похож, но в самолете очень много брони. Броня прикрывает летчика, она прикрывает двигатель, она прикрывает бензобаки. Из-за этого, собственно, название «Летающий танк». Это штурмовик. Задача его – поддерживать сухопутные войска, уничтожать живую силу, уничтожать укрепления всевозможные, уничтожать технику по танкам можно было стрелять с этого самолета. Но вы сами понимаете, раз он целится в танк, например, то нужно очень снижаться сильно. А раз он снижается, то по нему лупят из всех видов оружия. И были такие случаи. Вначале самолет летал, воевал без стрелка. Стрелка сзади не было. Стрелок должен был оборонять заднюю полусферу. Но стрелков вначале на этом самолете не было. И очень много падало самолетов, поскольку хвост самолета деревянный. А потом, все-таки, понаблюдав за этой войной, сзади определились с места стрелку. Но стрелок летал ничем не закрытый. И гибли были очень большие потери стрелков. Один к двум. На одного летчика гибло два стрелка. Даже был полк, где один к семи. Ну, то есть это камикадзе, можно сказать. Здесь очень много разложено оружия. Потому что все это мог реально поднимать Ил-2. Вот очень интересная пушка. Это пушка противотанковая. Видите, с большим. Большого калибра. 3,7. 37 мм. Вот такая пушка прикреплялась к низу, под фюзеляж. И с нее прицельно стреляли по танку. Эффективность высокая была боевого применения. Теперь о вооружении этого самолета. Самолет вооружен классически. И так вооружали вначале все Ил-2. Вот посмотрите. Это реактивный снаряд РС. Под левой и под правой плоскостью. Вот это люки. Сюда закладывались кумулятивные противотанковые бомбы. Михаил Ларионов, конструктор этих бомб. Бомбы могли быть полтора или два килограмма. И идеально, если она попадет под 95 градусов на танк, в этом случае броня начинала гореть. Тысячи градусов. То есть получалась дырка в броня. И, наконец, пулемет и пушка для того, чтобы уничтожать живую силу. Сзади стрелок, у него один пулемет. У него задача только не подпустить к хвосту истребитель. Здесь, когда была Академия военно-воздушная, через нее прошли 700 героев Советского Союза. Это были ученики, это были учителя. И вот они приходили в музей, и их воспоминания бесценны. Вот они рассказывали, как вариант применения вооружения Ил-2. Ну, например, по колонне танков на первом круге самолет выпускает РС, реактивные снаряды. По второму кругу открываются бомболюки. И кумулятивными бомбами это все сверху посыпается. Ну, и, наконец, третий круг для того, чтобы уничтожить живую силу. Когда он уже отлетал, уже все свое отстрелял, то просили, пусть горбатый пролетит еще раз. Поскольку он на горбуна похож действительно сбоку. Пусть горбатый пролетит, потому что он вызывал ужас у немцев, вот этот пролет штурмовика. И при всем моем уважении к воздушным массам, к Кожедубу и Покрышкину, ведь больше всего самолетов уничтожил Ефимов, летчик-штурмовик. 84 самолета вражеских на аэродромах было уничтожено. Такая вот цифра. Потом он станет маршалом, но это все будет потом. Сначала будет война. Это вот как раз, знаете, то место в музее, где нельзя не сказать, не вспомнить, что такое тыл. Потому что маленьких детей и женщин поставили к станкам. Делать они эту работу, ну, скажем, не умели. И были вначале, были травмы на производстве. И брак был. Чего там греха таить. Ну, все эти справляли. И всего 40 тысяч экземпляров Илов, Ил-2 и следующий самолет, Ил-10, было выпущено маленькими ручками. Вот. И, понимаете, никогда в мире никто не выпустил такую цифру, такую сумму боевых самолетов. 40 тысяч экземпляров. Это для мирового аэропрома, это самый массовый самолет. Вот так скажем. На этих самолетах летало много летчиков. Но летали две всего женщины. Летала такая Анна Тимофеева-Егорова. Она автор книги «Держись, сестренка». Она летала на Ил-2 и была сбита над Польшей. Летчики в плен сдаваться не должны, но она горела, потеряла сознание. А когда открыла глаза, над ней стоят автоматчики. Она попала в концлагерь. Потом во второй, потом в третий. В итоге она оказалась в настоящем аду, который назывался кюстрицы. Там были врачи, которые пожалели ее. Она была худенькая, коротко стриженная. Тогда всех девушек призвали подстричься, но некоторые не могли со своей косой расстаться. И очень потом в этом пожалели. Потом все стриглись, и никто не заморачивался своим внешним видом. Но, в общем, постриглась. И была очень худенькая. Летчики, летчицу эту решили все-таки пожалели врачей и замотали ее всю бинтами. А когда пришли и стали задавать ей вопросы, она молчит. Тогда эти бинты стали срывать с нее, с мясом вместе. Она теряет сознание все время. Ну, тогда ее бросили в карцер, чтобы она подумала над своим поведением. Но она в карцере получила кусочек хлеба, кто-то ей передал. Хлеб был надрезан, и там лежала записка. Держись, сестренка. Потом, через много лет, она так назовет свою книгу. Когда захочет описать обо всем, что ей пришлось пережить. После лагеря же никто не поверил. В лагерь вошли наши танки, ей здорово повезло. Но не верили тогда. Она попала в НКВД. Там еще пришлось помучиться. И вот когда уже выпустили ее, летать не разрешили, она вернулась в Москву и стала строить метро. Как это все, собственно, было до войны. Но вот уже потом, потом началась обычная мирная жизнь. Ее начальник, ее командир нашел ее. Они поженились. Она родила двух мальчиков. Решила все-таки она написать эту книгу. И вот в 90-м году одним приказом слили литвяк. Ей было присвоено звание Герой Советского Союза. А самолет Ил-10 – это самолет продолжения Ил-2. Здесь больше брони. Здесь стоит усиленный уже другой двигатель. Здесь больше вообще сам самолет. Здесь прикрыт уже броней стрелок. И вот посмотрите, вот это все. Вот такой огромный фаб, в частности. Страшное дело. Все снаряды состоят из букв, названия и вот этой цифры. Эта цифра – вес снаряда. 250 килограмм. Не было четкого списка оружия, который мог поднимать Ил-2. И вешали на него все, что было. Этот самолет принял участие в битве за Берлин. Это уже к концу войны поступил этот самолет. Я вас приглашаю в следующий зал. 11 марта 41-го года Конгресс США подписал закон о лендеризе. И согласно этому закону в нашу страну начинают поступать самолеты, автомобили, продукты. И самое главное – взрывчатка. 14% боевых самолетов лендериза воевало над нашей территорией. Самолет «Кинг Кобра» фирмы «Белл». Вот он стоит за мной. Он отличался от наших истребителей. Тем, что у него было три стойки шасси. И двигатель стоял за летчиком. Фирма была настолько нераскрученная, что они приглашали инженеров, конструкторов, автомобилистов фирмы «Гудзон», которые в принципе не понимали, как можно попасть в самолет. И так появилась дверь. Летчик мог как в такси впрыгнуть в этот самолет. Фирма была нераскручена во время войны. Но уже в 1947 году летчик Чак Игер на самолете «Х-1» фирмы «Белл» превысил скорость звука. То есть вот так они сильно поднялись за время войны. Таких самолетов получили примерно 4,5 тысячи. Это половина выпуска. А сразу же хочу сказать, что англичане отказались от этого самолета из-за того, что он имел неприятную особенность. Он входил в плоский штопор, когда израсходован весь боезапас. Но это они отказались. А у нас Покрышкин воевал на таком самолете и других обучал. Самолет сначала был П-39, а «Кинг-Кобра» это следующее. Это уже как бы слегка переделанный П-39. Это вот так ушли, попытались уйти от вот этого плоского штопора. Тем, что, скажем так, пересмотрели самолет. Ну, смотрите, у него пушка в носу. У наших это появилось к концу войны. А здесь вот такая уникальная вещь. Пушка в носу сразу. И еще должна вам сказать такую подробность. Что эти самолеты приходили часто раскрашенные. И раскрашивал их никто, но иной, как Уолл Дисней. Самолетов было много. Шли они к нам морем, караванами П-Ку, полярный конвой. А обратно шли корабли Ку-П, то есть обратные. На них везли плату Злендлис, везли пушнину, везли золото. Больше всего тогда досталось каравану П-Ку-17. Об этом есть очень хороший роман Пикуля. Реквием каравану П-Ку-17. Когда потопили практически все, что шло к нам из Соединенных Штатов. Сколько тогда утонуло людей, это никто не знает, никто сейчас не скажет. Но товаров, которые везли, утонуло на 500 миллионов долларов теми деньгами. То есть немцы не давали свершиться этому Ленд-Лизу, этой помощи. До нас дойти они не давали. И тогда открыли, еще была одна очень хорошая трасса, Алсип, Аляска-Сибирь. Город Фербенкс на Аляске. Американские летчики перегоняли самолеты, а наши летчики их принимали. Далее самолеты, вот эти конкретно Кинг-Кобра, летели на Дальний Восток. И там и остались. Там было построено 12 аэродромов. Некоторые из них даже в вечной мерзлоте. Это потому, что ждали войны с Японией. И это формировалось новое ПВО, чтобы прикрыть страну с другой стороны. Очень сильно досталось нашей стране. И я вам еще хотела показать еще самолеты Ленд-Лиза. Пожалуйста, пройдемте со мной. Это Б-25 Митчелл. Бомбардировщик, который очень понравился нашим летчикам. Ну, чем он понравился? Во-первых, там было очень удобно внутри находиться. Вот эту вот кабину даже прозвали оранжерея. Там был климат-контроль. Ни жары, ни холода, ничего. Все в порядке. Там был даже унитаз, между прочим. Он стоял ближе к хвосту. И на нем сидел стрелок, когда нужно было оборонять самолет. Вот. Очень удачные двигатели. Рай-циклон. У них был ресурс 400 или 500 часов. Это все тоже, конечно, нравилось летчикам. Этот самолет вошел в историю за операцию «Дулитл». Это когда Соединенные Штаты решили отомстить за потерю своего флота в Пирт-Харборе. И тогда нашелся человек, полковник Дулитл, который предложил свою операцию. Вот 15 таких самолетов должны были взлететь с авианосца «Хорнет» и бомбить Токио и другие крупные города Японии. Назад они, скорее всего, бы, они это рассчитали, они это понимали. Они бы не долетели, поскольку дальности самолета не хватало. Вот. И тогда решили сесть в дружественном Китае. Но это не получилось. Потому что, ну, не получилось. Кто-то упал в воду, упал самолет в океан. Кто-то попал в плен к японцам. А вот «Дулитл» как раз сел в Китае. Он думал, что его будут судить. Но его не судили, а даже наградили. Потому что боевой дух Соединенных Штатов поднялся очень сильно. Потому что отмщение состоялось. Вот. Вот так произошло. Этот самолет нравился нашим, я уже сказала. Их получили всего 800. Обращались тогда, ну, 800 с небольшим. Обращались тогда с целью, ну, вы дайте еще таких самолетов. Уж больно хороши. Нет. Потом обратились на счет Б-17. Потом на счет Б-29. И все время отказ. Нашим даже в голову не приходило, что уже готовится ядерный удар. С самолета Б-29 была брошена бомба на Хиросиму и Нагасаки уже в 45-м году. Следующий А-20Ж «Бастон». У нас здесь классический штурмовик. Вот четыре пулемета или пушки в носу. Еще должно было быть по две в плоскостях. И сзади стрелок. У него спаренная пушка или пулемет. Один стреляет в пол, второй стреляет вверх. Вот такое вот вооружение у этого самолета. «Бастоны» тоже очень любили наши. В большинстве своем они поступили в морской флот и работали как торпедоносцы. Вот. Совершенно замечательный самолет. Там могло полаэродрома разместиться в случае перебазирования туда. Затолкать народ. И летали совершенно великолепно. Вот. Ну, таких самолетов примерно 2200 тоже было получено. Так. Ну и «Партизанская поляна». Большая гордость нашего музея. Вот. Действительно очень красиво, я считаю, сделали. И здесь стоит самолет «Ли-2». Он действительно летал к «Партизанам», потому что у него короткий разбег-пробег. Он нереально мог сесть на поляне. Ну и возил туда свежие силы, раненых забирал. Возили продукты, возили боеприпасы, возили медикаменты. Вот так вот, в общем, работал этот самолет. До войны. Это американский самолет «Дуглас-10-3». Это был лучший пассажирский самолет мира. И вот наши решили его купить и выпускать у нас. Одновременно с нами фирма «Митсубиси» покупает тоже, контракт заключает, чтобы выпускать у себя. И ничего у них не получилось. Наладить производство не получилось, потому что было нужно с дюймов перевести в миллиметры. Все это 200 раз обмерить, взвесить и так далее. И отфотографировать. И вот только потом запускалось производство. У нас начал это производство Владимир Месищев. Под Химками был авиазавод. Там начали это производство, развернули. И вот Месищев был через некоторое время арестован. А занялся самолетом дальше. Лисунов, инженер такой Лисунов, он занялся производством. И его именем, собственно, назвали самолет «Ли-2». Еще он назывался ПС-84. По номеру завода пассажирский самолет – 84. Пассажирский этот вариант, наши немножко изменили. Добавили кресел, обшивку сделали другую. Но самолет очень понравился. Он летал на наших авиалиниях. И есть старые фильмы, где заходит пассажирка с козой. Ну, так тогда летали, на все смотрели проще. Кстати, вообще такое слово «стюардесса». Стюардесса здесь была, но она называлась «буфетчица». Тогда все было проще, все было вот так. Вот, этот самолет, конечно, в историю войны вошел. Тоже, как такой, можно сказать, символ. Потому что он, как бы, видите, американцы нам продолжали его поставлять по ленд-лизу, как «Дуглас-10-3». И он работал бомбардировщиком. И еще на нем перевозили пассажиров, перевозили десант. Вот для этого он использовался. Здесь Монина говорила очень богатая история. Стоял полк Валентины Грязодобовой. Она командовала мужчинами. Одна вот женщина такая вот была. Это была ее мечта, кстати. Стать генералом и командовать мужчинами. Правда, генералом она не стала. Но мужчинами покомандовать удалось. Такие самолеты летали в блокадный Ленинград через линию фронта. И удалось вывезти 52 тысячи голодных, больных людей. На таком самолете «Знамя Победы» вывезли в 1945 году. И на таком самолете в 1943-м слетались наши руководители в Тегеран. Кстати, Сталин все-таки летел в американском самолете. Не захотел в наш садиться. Вот такая удивительная у этого самолета история. Ну и еще хотела вам показать бомбардировщики Великой Отечественной войны, которые стоят в этом зале. Как и довоенные у нас здесь есть самолеты, так и военные. 70 или 80% бомбардировочной авиации до войны занимали самолеты СБ, скоростной бомбардировщик, и самолет ДБ-3, дальний бомбардировщик. Эти самолеты больше известны как... Один самолет – это АНТ-40, а второй самолет известен как Ил-4, но это ДБ-3Ф. СБ самолет уже в войне практически не участвовал, зато хорошо повоевал в Испании и в Финляндии. Но считался уже устаревшим на момент начала Великой Отечественной войны. Их в мире не осталось ни одного, но были найдены в тайге останки этого самолета, и из него здесь уже в Монино и частично на Туплеве собрали вот этот вот самолет. Когда-то он, в 1934 году, взорвал промышленность, скажем так, потому что вот стали делать самолеты вот такие гладкие, даже клепков потаять, чтобы минимально всего выступало, потому что бились за скорость, выбираются здесь шасси. Самолет может поднимать одну тонну, одну тонну бомб. Сталину очень понравился, и главный конструктор Архангельский. Делала это все бригада Туплева. Конструктор главный был Архангельский, и вот Сталин был восхищен этим самолетом и выделил большую премию Архангельскому. Следующий самолет ДБ-3 «Дальний бомбардировщик» 1936 года. ДБ-3 единственный в мире, представленный у нас в музее. Он был тоже восстановлен из найденных обломков. Энтузиастами был восстановлен. Ну, вот такая красота, слава богу, сохранилась. Это торпедоносец, чистый торпедоносец, так считают специалисты. Вот рядом лежит торпеда, ее восстановили в нашем музее. И этот самолет прославился, ну, во-первых, до войны еще, когда всем известный Владимир Кокенаки совершил перелет из Москвы через Атлантику до острова Мискоу. Вообще-то он летел в Нью-Йорк. Задача была долететь до Нью-Йорка и проложить вот эту трассу. Но он не смог сесть в Нью-Йорке, потому что туман окутывал Атлантическое побережье, и пришлось ему сесть на болотистый остров. И так он открыл трассу для пассажирских самолетов. Какой-то подвиг мы даже себе, скорее всего, не можем представить, но это очень было серьезно. И до войны он был награжден орденом, который являл собой бриллиантовую цепь. Она называлась «Пионер Роза Ветров». Это единственный человек в нашей стране, у которого такая награда. Дальше этот самолет прославился тем, что они бомбили Берлин в ночь 7 новостоя августа 1941 года. Это была месть за Москву. Ну и действительно немцы 22 июня в границу перешли, 22 июля первые налеты на Москву начались. И Гитлер кричит, трубит. Русские потеряли авиацию, и мы уже ходим по Москве. В Берлине все, в принципе, согласны. Все празднуют окончание войны. Везде горит свет, иллюминация, женщины нарядные. Работают рестораны, кафе. И тут налет. Бомбы упали на Берлин. С этого момента кто-то догадался выключить свет. И освещение Берлина больше не включали до конца войны. Немцы не поняли, кто их бомбит, и обращались к королевским вооруженным силам Великобритании. К тому мы ответили, наши вооруженные силы спали в своих казармах. И тогда стало ясно, кто совершил налет. Стало ясно, что все только начинается. Летчики вернулись обратно. Все 15 человек, все 15 экипажей. Все состоялось, состоялось отмщение. Вот так вот прославил себя ДБ-3. Почему-то это не рассказывают в школе. Так, ну и теперь два самолета, которые были новейшими на начало войны. Во-первых, Пе-2. Петляков-2. Это пикирующий бомбардировщик. Там стояло два вот таких вот мотора. ВК-105ПФ Виктор Климов. Буквочка П – это пушка. Которая в полый вал винта могла закладываться. Поэтому так назвали этот мотор. Их сделали 35 тысяч. Это самый массовый двигатель Великой Отечественной войны. Петляков-2 переделывается из высотного истребителя. В очень сжатые сроки. Петляков сидит в тюрьме. Бригада-100 занимается этим самолетом. И поэтому он имеет название «Сотка». Это его второе название. Пикирует самолет, опуская нос на 62 градуса. И с внешней подвески бросается 400 килограмм бомб. С горизонтального полета 600 килограмм. Они лежат здесь внутри в самолете. Скорость самолета 550 километров в час. Очень наши летчики любили этот самолет. Прозвали его «Пешка». Пикировать было сложно. И не все летчики это делать обучились. Но был такой летчик Полбин, генерал, который придумал вертушку Полбина. Это нужно было так, чтобы бомбардировщики выстроились в колесо. Наклонное колесо. Шли плотным строем, прикрывая один другого. И бросали бомбы на цель. Придумал он это во время Сталинградской битвы. Вот его бюст. Придумал он это во время Сталинградской битвы. И пригласил очень смелых людей и таких умелых летчиков, чтобы это сделать. На немцев жуткая жуть вообще. Как потом описывали они, произвело это огненное колесо, которое крутится, заходит на цель. И они все ходят обратно. Полбин, к сожалению, погиб очень молодым, в 40 лет. Ну и Ту-2. АШ-82ФН, двигатель, о которых я говорила, уже было выпущено очень много. Два таких мотора стояли в самолете Ту-2. Сталин назвал его лучшим пикировщиком Второй мировой войны. Но на деле он не пикировал ни разу. Туполев тоже выполнял его, занимался этим самолетом в тюрьме. Это была цена жизни Туполева. Нужно было построить хороший бомбардировщик, даже лучший бомбардировщик. И действительно, первый раз он взлетал с печатью внутренняя тюрьма. А сейчас много пишут о том, что Туполев составил список 200. Я вам привожу то, что я сама читала. Туполев схватился, чтобы вытащить из тюрем людей, которых много тогда там было. И так он спас Лесоповала Королева. Из тюрьмы был освобожден Бартини. Все эти люди были ему нужны для создания вот этого самолета. Действительно, такие вот формы красивые. Появился он ближе к концу войны. Удовлетворил вполне всех, кому показывали этот самолет. И всех отпустили. Но отпустили не домой, а отпустили в Омск. Поскольку там налажилось производство, и там выпускались эти самолеты. И так авиация выполнила свою задачу. Задача авиации – поддержка сухопутных войск. Ибо наша территория, она там, где стопок солдата ступил. Вести разведку. Перевезли тогда 5 миллионов человек. Это был и десант, и беженцы. Бросили 600 тысяч тонн бомб. 2424 герои Советского Союза были летчики. Я хотела вас пригласить в Центральный музей военно-воздушных сил. Всех ждем, всем понравится. Нельзя забывать историю своей страны. Расскажем вам ее под углом авиации. Субтитры создавал DimaTorzok